Всем привет, с вами Дженникус. За последнюю неделю Эд Бун дал два интервью и всегда давал несколько уклончивую и нечеткую информацию. Также он довольно активен в последнее время в Твиттере. Давайте же рассмотрим, что ж такого интересного сказал Эд. Во-первых, конечно, его высказывание о Мелине. Неоднократно Эд говорил, конечно, возможно в качестве троллинга, что Мелины больше не будет не только в МК-11, но и в будущих играх Mortal Kombat, во что верится с трудом. Цитирую. В Викс Безминт Подкаст Бун сообщил, что студия НРС в настоящее время работает над проектом, который не связан ни с Mortal Kombat, ни с Injustice. Хотя датамайнер TheCini уверен, что впереди нас ждет еще 8 DLC персонажей. После выхода спауна он утверждал, что осталось еще 11 DLC. Трое из них появились в составе Автомасс. Осталось 8. По другим сведениям, о следующем Kombat Pack мы узнаем в августе. И он будет содержать не только Эша Уильямса, но и Хавика, Эрмака и Зену Королеву Войнов. Также есть вероятность появления рептилий и Мелины. Но, опять-таки, эти данные ничем не подтверждены, кроме сомнительного рода фотографий, скриншотов Зены, Эрмака и Хавика, сделанные, по всей видимости, тем же человеком, который выкладывал фото Мелины в короне Ситрион. Как понятно, это фото было чистым фейком. Когда Вик в этом же подкасте спросил Эда, где же Эш Уильямс в Mortal Kombat, тот, подозрительно ухмыльнувшись, ответил, думаю, я могу кое-что об этом сказать. А хотя знаешь что? Может быть, в следующем твоем подкасте мы подробно об этом поговорим. Напомню, что сам актер Брюс Кэмпбелл говорил, что не знает, будет ли Эш Уильямс включен в Mortal Kombat 11. Недавно, также интервью у Эда Буна взял портал GameSpot. Интервьюер заметил, что концовка Автомас была похожа на начало истории Шаолинь Манкс. Не думает ли НРС над проектом, не связанным с файтингами? На что Эд ответил, если точно отвечать на ваш вопрос, думали ли вы об этом, ответ, конечно. Мы все время об этом думаем, но осуществить такое было бы несколько сложнее. На самом деле, мы всего лишь одна студия, и мы создали удачную игру под названием Injustice, затем еще более удачное продолжение, но, к сожалению, мы не можем реализовывать все, что захотим, в одно и то же время. Также Эд Бун сообщил, что есть множество деталей, сроков, логистики и прочего, что нужно учитывать. Меж тем, NetherRealm Studios, возможно, будут проданы. Еще в прошлом месяце поступили слухи о том, что AT&T рассматривает возможность продажи игрового подразделения Warner Bros. Напомню, что NetherRealm фактически является собственностью Ворнеров. Среди потенциальных покупателей фигурировали Monolith Productions, Rocksteady Studios, Avalanche Software и Teta Games. И вот сейчас поступила новая информация. Покупкой компании Warner Bros. Interactive заинтересовался еще один крупный игрок на рынке, никто иной, как Microsoft. Чисто теоретически, это может означать, что НРС, возможно, выпустит свой следующий файтинг эксклюзивно для Xbox Series X, консоли следующего поколения. Подобный шаг мы уже видели. Немного историй. В 2003 году Microsoft выкупили компанию Rare за 375 миллионов долларов. Итогом этого партнерства стала вышедшая в 2013 году игра Killer Instinct, эксклюзивно на тот момент для Xbox One. Более того, Killer Instinct вышел в стартовой линейке Xbox One. Нацелен ли Microsoft купить NetherRealm для выпуска нового файтинга эксклюзивно для следующего поколения консолей Xbox Series X, неизвестно. Но мы видим несколько совпадающих переменных. Если верить Эду Буну, то они работают над игрой, не связанной с МК и Инджом. Вполне возможно, что следующий файтинг НРС мы увидим в качестве эксклюзива для Xbox Series X в стартовой линейке консоли. Напоминаю, что новый Xbox запланирован к выходу в конце 2020 года, предположительно 26 ноября. Аккурат к празднику День Благодарения. Как, собственно, это было с Xbox 360, который вышел 22 ноября 2005, и Xbox One, который вышел 22 ноября 2013. Возможно, больше деталей мы узнаем уже в конце этого месяца, а именно в 19.00 23 июля по московскому времени. Именно тогда пройдет онлайн-презентация Xbox Games Showcase, где Microsoft продемонстрирует игры своей консоли следующего поколения. Напомню, что со слов IGN презентация в основном будет посвящена стартовой линейке новой консоли. Я буду рестримить презентацию на своем канале, присоединяйтесь до 19.00 по московскому времени 23 июля. Всем спасибо за внимание, пока!